Друзья, всем привет! С вами вновь компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Мы продолжаем нашу серию коротких технических обзоров, куда смотреть при покупке того или иного подержанного автомобиля. И герой нашего сегодняшнего ролика это Nissan Vanette 2012 года выпуска с мотором 1.8 литра, бензиновым, автоматической коробкой передач и полным приводом. Данный автомобиль по сегодняшним меркам является настоящим долгожителем конвейера. Он выпускался с 1999 по 2017 годы. Автомобиль пережил рестайлинг, выразившийся в основном в смене двигателей бензиновых, дизельных также в 2011 году. Также эта машина могла носить название Mitsubishi Delica до 2011 года. Далее эта машина могла называться Mazda Bonga, либо на некоторые рынки типа австралийского машина поставлялась под шильдиком Ford. В сути это не меняет, это один и тот же автомобиль, просто выпускаемый на разных конвейерах под разными марками. Итак, вы решили, что вам очень нужен действительно грузопассажирский фургон для работы, либо вы рыбак, охотник, любите часто выезжать на природу, соответственно, вы смотрите вместительный простой автомобиль с высоким клиренсом и полным приводом. На какие моменты вы будете обращать внимание при выборе поддержанного экземпляра для себя? В первую очередь осмотр начинается, конечно, с кузова. Про кузов долго говорить не придется. Данный автомобиль грузопассажирский, соответственно, ключевым моментом при производстве этой машины была себестоимость, соответственно, на покраске Nissan, Mitsubishi, Mazda, без разницы, в данном случае изрядно сэкономили. Кузов окрашен очень тонким слоем. Средняя толщина порядка 60-70 микрон. Крайне редко выходит за 80, если вы видите машину, которая окрашена в 120-140 микрон. Скорее всего, это вторичный окрас, выполненный, возможно, еще в Японии. Забегая вперед, скажем, что найти совершенно не крашенный грузопассажир – это задача практически нереальная, равно как и найти такую машину с пробегом 80-90 тысяч километров. Это все-таки коммерческий транспорт. Но что касается сопротивляемости коррозии, как и у большинства автомобилей такого класса, да, она не очень высокая, да, надо пристально изучить район задних арок автомобиля, порогов, стыков, то есть все те места, где при эксплуатации может скапливаться пыль, грязь, попадать влага. Посмотрите внимательно также район пятой двери, саму кромку пятой двери. Ну и никто не отменял осмотр на подъемнике, там, конечно, обращайте внимание на состояние днища автомобиля в целом. Забегая вперед, если вы планируете данный автомобиль для себя под очень длительную эксплуатацию, порядка 5-7 лет, допустим, использовать его как второй, третий, возможно, не лишний будет сразу его проантикурить. После осмотра кузова автомобиля нужно сверить номер кузова, фрейм, и номер двигателя с номерами в документах. Номер кузова на данных автомобилях продублирован в двух местах. Первый и основной выбит на правом переднем крыле со стороны водительского сидения. Чтобы его прочитать, необходимо будет слегка отогнуть напольное покрытие. А номер также продублирован на таблички, наклеенные на правую среднюю стойку кузова внутри салона. И номер двигателя, в принципе, находится в хорошем доступе. Чтобы до него добраться, вам надо будет снять крышку за водительским сидением. И номер двигателя вы увидите со стороны коробки передач на блоке цилиндров справа. Переходим к осмотру подкапотного пространства Nissan OneNet. В зависимости от года выпуска автомобиля, здесь могло быть два варианта бензиновых моторов. Оба объемом 1,8 литра и оба мотора от Mazda. Первый двигатель назывался F8. Это была рядная четверка, простейшая, с чугунным блоком цилиндров, одним верхним распредвалом и ременным приводом ГРМ. Однако на автомобилях с 2010 года этот мотор вы уже не встретите. И под капот Ванетов начали устанавливать двигатель, который называется L8. Данный мотор уже имеет алюминиевый блок с чугунными гильзами. Он также простой по конструкции. Здесь в приводе ГРМ используется цепь. Распредвалов здесь два. Никаких фазовращателей, муфт, ВВТИ на этом двигателе нет. Так же, как нет и гидрокомпенсаторов зазоров клапанов. На данных моторах величина зазора клапана регулируется подбором толкателей. Однако на нашей практике, даже на двигателях с пробегами за 200 тысяч километров, а средний пробег данных авто в момент поступления их на территорию Российской Федерации из Японии, как правило, превышает 180 тысяч километров, поскольку транспорт коммерческий. Каких-либо проблем с этими двигателями на нашей памяти не было. Также надо отметить, что на Ванет Бонго, несмотря на характерное для автобусной компоновки расположение силового агрегата, доступ к основным элементам, которые требуются при проведении ТО на данном моторе, он великолепный. Воздушный фильтр, катушки, свечи, зажигание, все это находится в доступе. В общем-то, каких-либо проблем с обслугой данного мотора не присутствует. Что касается ресурса этих двигателей, по данным завода, это 250 тысяч километров. Однако, как показывает практика и опыт многочисленных владельцев, эксплуатирующих такие автомобили, в том числе и в нашей стране, при должном обслуживании этот двигатель выходит до полмиллиона километров, каких-либо проблем не доставит. Масло в двигатель 5В30, либо 5В40, скорее всего, поскольку пробеги уже, как правило, немаленькие. И бензин он спокойно переваривает 92-й. Средний расход топлива, если брать летний период, это порядка 11-12 литров в смешанном цикле. Зимой, естественно, будет побольше за счет того, что вы будете чаще пользоваться полным приводом. Мощность данного двигателя в версии для грузопассажирских фургонов составляет 102 лошадиные силы. Итак, что можно сказать про подвеску данного автомобиля? Спереди здесь у нас используется схема на двойных поперечных рычагах, сзади листовые рессоры. То есть автомобиль грузовой, как уже было сказано предварительно. Из нашей практики, что чаще всего попадается на этих машинах, когда они приходят к нам из Японии? Встречаются варианты, где необходимо подтянуть, подрегулировать рулевую рейку. Здесь она обычная гидравлическая. Также попадаются автомобили, где уже начинает люфтить сама втулка рейки. Но это достаточно нечастое явление. Зачастую проблемы сводятся к замене рулевых наконечников и тяг решения проблем. Передний стабилизатор в данном случае достаточно мощный. Втулки стабилизатора ходят достаточно долго. И интересный момент в конструкции данного автомобиля, это то, что на стойках стабилизатора, в данном случае, достаточно бывает заменить просто резинки. То есть стойки здесь, они обслуживаемые, так скажем. Поменяли резиночки, ездим дальше. Что касается сайлентблоков, передних рычагов, ни разу не видел автомобилей, где бы что-то с ними требовалось сделать. Опять же, напоминаю, автомобили приходят с пробегами в районе 180 минимум, обычно ближе к 200 тысячам километров пробега. По передней подвеске, по большему счету, говорить здесь и не о чем. Передние тормоза на автомобиле дисковые, шаровые соединения опоры достаточно крепкие, ходят очень долго, внимание к себе требуют крайне редко. То есть основной момент это вот резиночки на стойках стабилизатора и рулевые тяги наконечники. Что касается задней подвески Ванета, здесь схема традиционная для грузовых автомобилей. У нас используется мост и листовые рессоры. В данном случае у нас версия грузоподъемностью 950 килограмм и листов на рессорах 3. Однако, также в интернете можно найти информацию о том, что люди меняли рессоры на микроавтобусе на варианты от грузового автомобиля. Они более толстые, там добавлен еще один лист, тем самым увеличивали грузоподъемность. Если, конечно, вам это требуется. Далее, соответственно, по сайлинг-блокам сзади основную головную боль, скажем так, могут вызывать разве что сайлинг-блоки самих амортизаторов. То есть детали копеечные, поменять их в данном случае не сложно. Также при осмотре автомобиля снизу обязательно обращайте внимание на отсутствие каких бы то ни было подтеков технических жидкостей. Масел как по редукторам, так же по поддону двигателя, коробке передач. Проверьте наличие, вернее, отсутствие люфтов на крестовинах карданного вала. Хотя, забегая вперед, скажу, что крестовины здесь достаточно мощные и люфт практически не встречается на данных автомобилях. Ну и, конечно, в целом посмотрите на состояние днища автомобиля на предмет коррозии, поскольку кузов здесь несущий. То есть рама автомобиль не имеет. Что касается коробок передач, в нашем случае мы имеем четырехступенчатую автоматическую коробку. Это гидромеханический автомат. Классический, можно сказать, старинный, проверенный. Каких-либо вопросов данная коробка обычно не вызывает с учетом режима эксплуатации данного автомобиля. Замена масла в автомате по-прежнему рекомендованный интервал не превышает 60 тысяч километров пробега. Менять масло вместе с фильтром и коробка в данном случае прослужит вам вечность. Ну и в завершении про систему полного привода. Попадаются автомобили, конечно, чисто заднеприводные, но покупать такой автомобиль, если вы эксплуатируете его в России, особенно в Сибири в зимний период, достаточно нерационально. Поскольку легкий и незагруженный зад автомобиля, в общем-то, не обеспечит вам какое бы то ни было сцепление даже шипованных шин с обледенелой дорогой, а тронуться в гору, скажем, на нем без груза будет достаточно проблематично. Поэтому большая часть этих автомобилей попадает к нам, конечно, с полным приводом. По системе полного привода здесь у нас есть настоящая раздаточная коробка, соответственно, два кардана на задний и на передний редуктор, на задний мост, на передний редуктор, вернее, так сказать. В данном случае схема подключения полного привода это part-time, то есть подключается у нас передняя ось жестко, межосевого дифференциала на данных автомобилях нет. Соответственно, полный привод вы можете использовать на скоростях до 80 км в час, и его желательно не использовать при движении по твердым покрытиям. То есть ездить по сухому асфальту на полном приводе для данного автомобиля очаревата, ну, как минимум, повышенным износом резины, как максимум повреждениями трансмиссии. Что касается использования полного привода в зимний период, соответственно, на малых скоростях, при где-то маневрировании во дворах, при необходимости тронуться с места до 40 км в час, можете пользоваться им совершенно спокойно, без ограничений. Но если вы, соответственно, проехали сложный участок, вышли на прямолинейное движение, разгоняетесь, конечно, его придется отключить. То есть в данном случае схема part-time такая же, как, например, использовалась на 469-м УАЗике. Единственное, что на данном автомобиле нет понижающей передачи. В целом, данная система полного привода весьма надежна, можно сказать, безотказна. Редкие случаи выхода из строек связаны с тем, что в данном случае полный привод, то есть передняя лозь, подключается пневматически при помощи сжатого воздуха. Соответственно, в случае каких-либо неполадок с данной системой, в первую очередь смотрите на утечки в системе. Итак, какие же выводы можно сделать по данному автомобилю? Если вам по работе нужна машина, которая сможет перевозить до тонны груза, объемного груза, либо вы охотник, рыбак и автомобиль нужен вам для выездов куда-то на природу, то, в принципе, данный автомобиль на самом деле для вас. Его внешность 80-х годов и технологии тех же самых, в принципе, 80-х годов, которые в нем используются, с лихвой компенсируются надежностью. То есть двигатель, который способен выходить далеко за 350-400 тысяч километров, коробка передач, которая не доставит вам каких-либо проблем, и подвеска, делать которую достаточно недорого, да и элементов, которые могут на ней выйти из строя достаточно немного. То есть автомобиль в содержании вас вряд ли разорит. Вот и все на сегодня. Если вам понравился этот обзор, был вам полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, указывайте в комментариях, какие автомобили вы хотите видеть на нашем подъемнике. Всего вам доброго, удачного дня, пока!